Итак, тема моего выступления связана с дифференцированным внесением удобрений под озимую пшеницу на основе моделей искусственного интеллекта. То есть такая, скажем так, тема, которая сейчас бодируется в тренде. Вот, и мы решили проверить совместными усилиями, совместными усилиями, о которых я расскажу немножко дальше. Ну, прежде всего, с чего начать. Вот вы видите на слайде данные Росстата о внесении минеральных удобрений. И вот мы видим эти данные с 2015 по 2022 год. По минеральным удобрениям вы видите рост по внесению по азотным на 69%, по зерновым культурам на 80%. Мы решили связать эти две зависимости между внесением удобрения и урожайностью. Эти данные представлены как раз на нижнем графике. И вы видите, с 2018 по 2022 год по удобрениям идет рост на 47%, по урожайности на 26%. Также, вот видите, такую корреляционную зависимость по субъектам Российской Федерации. И вот видите, сверху идет Краснодарский край. Корреляционная зависимость, количество внесенных удобрений и урожайность. И уровень корреляции довольно-таки высокий. 0,84. Ну, это небольшая такая преамбула к нашим исследованиям. Значит, совместно с компанией Профагра, Ставропольской компанией, на полях хозяйства АО Рассвет, город Услабинск, при поддержке фонда Сколково, был запущен вот данный проект. То есть, так называемый батл, ну, если проще говорить, батл между агрономом и искусственным интеллектом. То есть, слева у нас вот агроном, справа искусственный интеллект. Да, решили проверить вот такую вот гипотезу, такой вот тезис, как раз с компанией Профагра, город Ставрополь. Значит, были выбраны поля в АО Рассвет 68 и 83 гектара. Видите, каждое поле было разделено на три варианта. И мы, знаете, как ввели условные обозначения. Первое условное обозначение российская схема, второе условное обозначение европейская схема и третья схема агронома. Вот циферка 1, это российская схема. Что это значит? Это в слабую зону вносилось больше удобрений. Вторая европейская, в слабую зону вносилось меньше удобрений. И третья, хос-схема, так как была принята в хозяйстве. Вот три варианта. Один, два, три, первое поле. Один, два, три, второе поле. Соответственно, перед проведением эксперимента проводились наземные измерения состояния озимой пшеницы и размерно-массовые характеристики. Дальше представлена модель искусственного интеллекта, которой занималась как раз Ставропольская компания «Профагра». И за основу было взято четыре индекса, вот они перечислены, значит, четыре усредненных индекса по каждому изображению за девять посевных месяцев. В качестве обучающих были взяты 200 полей с информацией об урожайности и с информацией о внесенном удобрении. Вот видите, карты продуктивности после сглаживания по полю первому 221 и поля 226. Соответственно, вы видите, это была первая подкормка, в экспериментах участвовали наши аспиранты, магистранты, в том числе иностранцы. Соответственно, разбили эти участки, варианты и, соответственно, в правой части вы видите полученные карты задания для дифференцированного внесения удобрений. За основу бралась, значит, урожайность, прогнозирование урожайность 72 центнера с гектара. И вот вы видите, как раз на первом-втором варианте диапазон значений по удобрению составил 151, 190 кг на гектар. По хозяйственной схеме 170 кг на гектар. На втором поле по хозяйственной схеме 216 кг на гектар. То есть, средняя экономия в рамках первой подкормки в удобрениях составила 11%. При прогнозируемой урожайность 72 центнера на гектар. Это первая подкормка. Соответственно, после каждой подкормки мы проводили анализ размерно-массовых характеристик растений. Вот видите, здесь 8 различных показателей. Я не буду их перечислять. Зеленым цветом это рост, красным это снижение данного показателя. Это проводили в лаборатории нашего университета анализ. Помогали нам как бы студенты. Наши студенты. Вот вторая подкормка проводилась. Первая подкормка проводилась с разбрасывателем Амазона. Вторая вот Туман 3. И показаны как раз карты задания полученные. Диапазон на первом-втором варианте 124-143 килограмм на гектар. А по хозяйственной схеме 200 килограмм на гектар. То есть средняя экономия удобрений в рамках первой подкормки составила порядка 33%. Это вот показаны как раз данные. Вот это идет внесение на видео. Вот это видео. Дальше проводили сравнительный анализ полей, соответственно, после второй подкормки. По тем же показателям, видите, восьми показателям. Начиная, значит, от общей массы растений и заканчивая шириной корня. Соответственно, эти показатели сравнивались с теми значениями, которые были до подкормки, после первой подкормки и после второй подкормки. Проводили наземные измерения, проводили отбор растений. Вот видите, информация. Вот, соответственно, если подходить к финальной части эксперимента, то есть видите усредненные значения, наибольших значений показателей. Первый столбец это до подкормки, второй столбец по каждому варианту, после первой и третий после второй подкормки. Мы видим, что по российской и европейской схеме чуть лучше получается как раз после двух подкормок. И результирующие значения по уборке урожая. Вот вы видите, первое это комбайновая урожайность, то, которое замеряло хозяйство. Второе это биологическая урожайность, которую мы замеряли с рамкой площадью 1 квадратный метр в различных точках. Ну и среднее значение. Соответственно, хозяйство учитывало свои данные. То есть, видите, получилось, что лучше по европейской схеме, как в первом, так и во втором варианте. И неплохая урожайность за 90 центнеров с гектара. Ну вот мы усреднили эти данные. Видите, в первом случае это чуть лучше вела себя российская схема. Это когда в зону низкой продуктивности вносилось больше удобрений. По второму полю европейская схема. И видите разницу. По качественным показателям, которые мы как раз замеряли в лаборатории нашей опытной станции учебно-опытного хозяйства Кубань. Видите, чуть хуже идет у двух этих вариантов российской и европейской схемы по протеину снижение. И чуть снижение по клейковине, кроме вот европейского варианта. Ну вот видите. И соответственно показана классность зерна. Вот это показана экономическая эффективность хозяйства полученная. Экономическая эффективность. Ну если обобщать вот эти вот данные и кратко, то по первому полю российская схема была получена урожайность 90-101 центнеров с гектара диапазон. По европейской 89-96 центнеров с гектара. По хозяйственной схеме 89-90 центнеров с гектара. Это по первому полю. По второму полю российская схема 87-99 центнеров с гектара. Европейская 92-98 центнеров с гектара. И хозяйственная схема 87-93 центнера с гектара. При использовании европейской технологии производственные затраты снизились на 400 тысяч рублей. По сравнению с контрольной схемой. То есть это с хозяйственной схемой. А затраты на удобрения увеличились на 2567 рублей на гектар. При этом выручка с одного гектара увеличилась на 6400 рублей. И условная прибыль на 9546 рублей. Валовая прибыль увеличилась на 150 тысяч. А рентабельность выросла на 5,3% по сравнению с хозяйственной схемой. То есть получив эти данные, хозяйство задумалось о продолжении этого эксперимента. То есть это такой эксперимент, который был проведен всего на двух полях. На двух полях и на относительно небольшой площади. Вот та же команда продолжила работу. Но уже название идет не экспериментальное исследование, а производственное испытание. И цель этого испытания это проведение сравнительного анализа испытания полей при использовании дифференцированного внесения основного удобрения и дифференцированного внесения азотных удобрений. То есть соответственно под это дело выделено хозяйством 25 опытных полей и 14 контрольных полей. Значит общая площадь опытных полей 2800 гектар, контрольных полей 1924 гектара. Контрольные поля выбирались близкие к опытным расположениям, чтобы природно-климатические были близкие. Соответственно единые предшественники и максимально близкие даты внесения и посева. Соответственно минимальная площадь всех полей составляет 32 гектара, максимальная 176. Ну вот видите это вот они на карте представлены эти поля. На данный момент, ну соответственно перед проведением эксперимента мы сравнили карты продуктивности. Это вот верхний ряд, верхний ряд по каждому полю в системе история поля и crop wise. Дальше средний ряд это идет текстура почвы за с 2015 по 2024 год. И нижний ряд это идут карты задания, которые получены по каждому полю под основное внесение удобрений. Вот это просто такие вот изображения. Вот соответственно ну вот результаты основного внесения удобрения диамофоска. Соответственно экономия удобрений брались расчет по 13 полям составила 30 килограмм на гектар. А перерасход удобрений по 5 полям 33 килограмм на гектар. Ну в результате общая экономия с учетом перерасхода получена 17 тонн. Что составляет 3% от общей массы удобрений для выбранных полей на площади 3600 гектар. И принимая стоимость удобрений 37 550 рублей на тонну, экономия при основной подкормке составила порядка 649 тысяч рублей. То есть это вот первый этап по внесению, который был осуществлен общей командой. И соответственно нами разработана методика. Методика, которая включает в процессе вегетации этих производственных испытаний. Это вот 25 таких таблиц, 25 значений. Это исходные данные, данные о внесении удобрений, данные о посеве, об уборке, о качественных показателях. Полевые измерения, вот видите 18 таблиц у нас запланировано. И одна это лабораторные измерения. Вот на основании вот этих данных мы будем как раз сравнивать данные результаты. Результаты производственных испытаний. Ну и такой оптимистичный склад. Слайд надеемся, что продолжение следует. И мы доложимся на следующем ЮГАГРО о результатах данных производственных испытаний. Спасибо. Вывод такой, что кормить по полной программе высокими дозами надо сильно. Вопрос спорный, нужно его проверять. Пока получено по данным хозяйства так, да, по нашим данным 50 на 50, в одном случае так, в другом случае по-другому. То есть мы, вот, но в любом случае процесс дифференцирования, он как бы сработал, сработал. Друзья, есть вопросы к Евгеньеву Владимировичу? Есть, пожалуйста. А окупаемость вы смотрели? Удобрение по... Очень важный вопрос. По русской схеме и по европейской схеме. Окупаемость, да, смотрели. Ну вот, наверное, проще, наверное, лучше. У нас следующий доклад Елены Петровны, главная агрохимика Аура Свет. Да, она, наверное, я сейчас на таблице остановлюсь, или она сможет, наверное, прокомментировать, да? При поддержке университета, при поддержке коллег, которые готовы с нами идти в ногу со временем. Ну, что касаемо вопроса о окупаемости удобрений, то здесь такая емкая экономическая, экономический расчет. Вот. Даже при докладе Евгения Владимировича были озвучены цифры внесения на гектар. Примерные площади участков были одинаковые. То есть экономия у нас, естественно, была и по удобрениям тоже. Но это не было целью экономить удобрения. В первую очередь была цель получить качественный высокий урожай. На самом деле по удобрениям здесь у нас есть строка удобрения минеральные, затраты на производство, где прописано. И по схемам можно увидеть указочку. Ну вот посмотрите, пожалуйста, в первом и во втором, третьем столбиках у нас контроль, затраты на контроле были гораздо больше, нежели на втором и третьем участке. Вот 16 тысяч у нас затраты в статье минеральных удобрений. Помогите, пожалуйста. Ну, в общем, 16 тысяч у нас было затраты на минеральные удобрения по нашей хозяйственной схеме. 14 тысяч по отечественной. И вот уже около 14-13, чуть меньше, по европейской схеме. И хочу еще что сказать, что либо условия на этих полях сложились, либо в среднем у нас в этом году по хозяйству урожайность составила 71 центнер с гектара. Эти два поля, вы сами видели, что порядка 90 центнеров с гектара мы получили. И причем в этом отделении только эти два поля были с большими урожаями. Это о чем говорит, насколько важно работать с зоной в поле, не к каждым полям конкретно отдельно, а зоной в каждом поле проводится вот такая вот, ну, трудоемкая, такой подход к этим почвам. В планах у нас, у нас это трехлетний проект будет. В этом году мы заложили около 3000 гектар, 2800 гектар мы уже отработали в этом направлении. На следующий год у нас на 50% мы увеличиваем площади, соответственно, это около 7000 гектар. И третий год для подтверждения или опровержения, надеюсь, для подтверждения у нас уже будет в плане 10 тысяч гектар. Вот. И, конечно, работа очень интересная. Ты уже работаешь не как слепой котенок и не понимая, что там только по предшественникам или только по сортам, или только по культурам рассчитываешь дозы. А здесь ты уже работаешь с большим объемом данных, знаний, которые надо соединить в одно целое и получить хороший результат. Спасибо. Если я немножко добавлю, экономия примерно составила удовлетворение в среднем около 20-22%, да, если устраивать по первой, второй подформке. Ну, а экономические цифры вы как раз видели, то есть и прибавка урожайности на порядка 36% составила. Есть вопросы к зале. Елена Петровна, хочу спросить, скажите, пожалуйста, у нас в сельхозпроизводителе возникает вопрос. Мы выявили зоны более высокого плодородия, более низкого плодородия. А насколько менять дозу внесения по сравнению с хозяйственной схемой, например? Вот как в вашем случае это влияет? Ну, здесь мы все равно рассчитываем по выносу питательных веществ на запланированный урожай. Поэтому, действительно, это еще спорный вопрос, работать с европейской или с российской схемой. Мы над этим еще будем работать. Субтитры подогнал «Симон»